Вон на том замке, вон там мы в том году были, мы сейчас тоже поедем на этих паникулёрах туда, но заходить на него уже не будем. Слушай, для детей это будет чуть-чуть долго длиться. Вот тут заходишь на этот корабль. Не знаю, по сколько часов они тут стоят. Где мои пацаны? Мальчики мои уже ушли на ту сторону, на той стороне. Они даже заметили, что я сюда перешла, сейчас потеряют меня. Не знаю, откуда этот муж из Франции. Слава мечтает вот так вот на несколько дней на таком прокатиться в другую страну, слезать и назад. У него в следующий год юбилей будет. Вон они идут, переходят дорогу. Пальмочки поставили. Самый говорит, привет. Тут тоже много. У нас здесь пальма растут. Ну, я уже показала. На моей родине, да? Твоей родине. Это не родина. Это моя вторая родина. Вторая, да. После Казахстана сюда приехал, Слава. Здесь прожил сколько лет? Семь, восемь? Не знаю, много. А тут я... О, сейчас смотри, они убирают уже, сейчас уезжать будут. Все мои начала. Убирают. Сейчас обчаливать будут. Отдыхают люди. Пенсионеры, которые вполне состоят, думаю, это, в принципе, не очень дорого, но дорого покупать здесь что-то пить и есть, а пенсионеры всегда что-то покупают. Да. Все дороже обойдутся, чем сама тут. Там, я нравлюсь, путешествия. И катаются себе, могут спать, отдать, смотреть на людей, себя показать. Я... Там англичане сейчас им... Я вот проходил, думаю, вот блин, вот нефть. Так, куда-нибудь... Чего просто сидеть... Я только что говорила, говорю, Славина мечтала так прокатиться. Нет, просто прокатиться и кататься. Я имею в виду... Нет, в другую страну я имею в виду. Ну, или так, да. Несколько дней, не так, как мы сейчас, час, вон, я показывала, час мы сейчас так... Не час, а в том году катались. Если надо просто выспаться, успокоиться. Много иностранцев здесь очень... Не напрягаться, там, хайн-экшен такие нибудь. Ничего такого. Лучше нахуй. С этой стороны такое... Деревья так красиво все сделано. Райн-принцесси называется, шеф. Вот это место в Германии все богаче и богаче становится. Хотя мне больше всего нравится. Если бы я выбирал, где жить, я, наверное, все-таки... Ну, подумал бы. Наверное, до сих пор для меня гампур просит. Самый лучший. Гамбург. Самый интересный, да. Ну, да. Бремен мне не понравился. Есть города, где там настолько все пестрое в Германии, что там вообще трудно сказать, что это Германия. Потому что, не знаю, что это... Очень много турков, очень много негров. И, наверное, Германия это не что-то такое. Ну, все, не надо про политику. Не, это не политика. Я имею в виду, это просто чувствуешься как-то не уютно. Я не говорю, что есть. Я говорю, что слишком много. Ну, да. Ну, это местами так в городах, не везде. У нас, где мы живем, тишина. Просто там, где мы живем, допустим, порядок, намного больше порядка. Я говорю, что если там смартфон кто-то забыл, да, могут вернуться. Мы это говорили уже, да. Да, вот именно как от местного населения, или вот как местная культура, где это сохраняется все, эта культура, там намного легче жить, намного проще. Вон уже вот этот вот треугольник, где флаги разных стран. Вот это и есть немецкий треугольник. Но отсюда плохо сейчас еще видно. Вот там справа идет рель, а вот это вот мозы. И они там сходятся. Здесь-то паркуются. С той стороны там парка. Это парковка для машин, но платная. Мы где парковались, там же бесплатно. А, это знают только местные. Я здесь жил. Да, если бы Слава здесь не жил, мы бы тоже не знали. Парковались бы там где-то платно. Когда праздники здесь, иногда запарковываются, вообще все забивают полностью. Луис, сколько мы вообще? Луис! Здесь везде, где нельзя. Не я. Как у кого вообще еди из Египта? А! Не хочешь? Не надо. Да, конечно. Да, могу. Да. Человек, что-то не хочу. Еще один едет пассажирский, катает людей. Но это так. Тут только по... Часовая экскурсия. Что-то он скрипит. Воды не хватает. А здесь, Слава, расскажи про пиво. А как пьют немцы, допустим, мне приинтересуются. Громче говори. Пьют дома. Ну, это бывают алкаши, но это не культура. Культура, это вот, допустим, собираться в такой, называется, биргартен. Это места такие, где люди собираются. Я не знаю, как это объяснить. Бывают палатки большие, бывают скидки. Просто столы расставленные. Где у них собираются, они вместе. Они могут музыку слушать. Или если футбол идут, то футбол это вообще могут 500 там собраться в одном месте. Вот они вот там выпивают, допустим. Просто создается такая интересная компания, общение. И кнайпы, допустим, если холодно. Иногда, короче, кто любит пить, они ушел на работу. Пришел с работы в кнайпу. Пошел домой, выспался, пошел на дно. Здесь и кушать можно вот заказать. Ну, это тут цены, конечно. Все собираются. Ну, да, это вот типичная немецкая еда. Да, это вот закуски. Вот, вот тут люди сидят за столиками. Здесь какой-то праздник. Тут все полно. И в основном пьют пиво. И кушают вот эти вот колбаски. Как это, сардельки? Сардельки. Здесь все больше и больше расширяется. Да, тут очень много. Там детская площадка дальше есть. Возможно, хозяин сейчас проехал на крутой бен. Гон и пицца. И мороженое можно заказывать. Бизнес здесь очень хорошо. Да, бизнес здесь хорошо идет. Здесь всегда, в любую погоду, да? Здесь, как в Японии, каждый квадратный метр старается застраивать. Не знаю, удивительно. Население маленькое, население богатое. Работных мест там, так называемо, нет. А шикарные дома растут буквально. Да. Торговые дома. Вон там, вон там, что делают? Вон там. Там ничего не делают. Ремонтируют лодки, да? Там находится ВАСАШИВСАМ, так называются, учреждение по... Я не знаю, это, вроде, ихняя бюрократическая контора по кораблям. Да, это вон там. Вон там кемпинг. Вон все в этих... Сюда приезжают люди отдыхать, снимают места с этими жилыми автомобилями, как они называются. Как они-то, как они называются? А в них жить можно внутри. Как оно по-русски называется? Кемпинг. В общем, делают кемпинг. Большой, большой, да. Они там палатки или вот в этих машинах, прямо там и кухня, и туалет есть. И кухня, да, и туалет есть. На счет кухни они в основном кушают в Браусен, на улице, а у них есть душевые кабины, туалеты, там это все. Все в одной машине. Тоже наша мечта когда-нибудь. Тогда ты можешь ехать, например, остановился, там один-два дня в одном городе переехал, там в другое место жил, не надо там вечно гостиницы снимать. Везде электричество, сателлитные тарелки, в общем, люди просто живут в другом месте. Да. Хотя по ценам, если смотреть, это не дешево. Это надо любить, это кто любит этим городом. По-моему, опять русский дедушка сидит, играет. Да? Вон сюда, птичка. Коловь. Не боится, смотри. Их, наверное, здесь кормят. Не улетают. Этот дедушка часто вот сидит. Очень всегда, когда мы приезжаем. Вон он, Филипп Леор ездит, уже видно. Здесь знаменитый конь. Сейчас мы с той стороны подойдем. О, оно как раз будет в темноте, потому что солнце с той стороны. Он очень высоко стоит. Получается, это постоянно под коней. Держи, я отсюда сначала сниму. Вон он, этот кони на нем сидит. Кто на нем сидит? Самвел бы сейчас сказал, мужик какой-то сидит. По-моему, он русскоязычный, этот дедушка, если я не ошибаюсь. Он до русских песней играет. Вот это место называется немецкий треугольник. Пойдем сюда. Когда приезжают сюда русские, в первую очередь, естественно, замечают нижнюю часть коня. Но если когда не знают, как это назвать, надо там, где конь сияется. Можно было это место, конечно, не отражать в структуре. А что, я это первый раз вижу, а что ты мне никогда не говоришь? Ну, я же местный был. Там, где конь сияется, мы там встретимся. Все фотографируются. Вот на этом месте, знаменитом в Коблинсе, Слава сделал мне предложение. О, забрались уже. Сидит, смотри, залезли. Ватишун, да? Ком? Солнце отражает. Даже в эту скалу. Вот эта скала вся прошита помещениями внутри. Она вся туннелями пробита. В общем, скалы тут, можно сказать, нету, только внешняя часть. Внутри все кругом постройки разно, подземные. Это было защитное сооружение во время войны. Первое, второе. Вот. Вот это Мозырь. Вон там Орей. И мы стоим как раз на том месте, где... где он сходится. Две речки вместе. Вон он фуникулёр. На нём вот мы ездим. Сейчас поедем. Он уж туда поедет. Вот памятник с этой стороны. И вот тут флаги разных стран. С этой стороны, с этой стороны. Пойдём и на фуникулёр теперь. Ход каться не будем здесь, а то мы можем... Столько фоток у нас есть этого места. Комплект. Вон он. Сейчас пойдём. Там где-то есть наверху на горе такое место, где ты можешь весь Коблинс видеть. Пойдём туда. Сейчас переедем на этом, на фуникулёре и пойдём на это место. Да? Геймверк, ты же платформ. Пойдём снимать. Я, да, диза, ауз-идс, ауз-идс, платформ. На ком геймверк. А? Да, и на зуспалком не. Ком. Леон уже опять кушать хочет. Люди поднимаются туда. Вот целая группа. Сюда посмотреть, нужно видеть, что у Ангела грудь есть. Вот здесь парк такой. О, там, смотри, даже с фонтанчиками. Да, в музее цветов. Цветочки. Фонтанчики. Здесь такая променада ходить, гулять. Люди сидят на травке. Отдыхают. Здесь тенёк. Здесь хорошо, да? Здесь хорошо. Что хорошо? Здесь хорошо, говорю. Тенёк. Да, любят прохладу. Хорошо. Обычно солнышко. А тебе чухолок? Нет, хорошо. Дети уже убежали. Аллергия у тебя сопротивляется. Ещё что-то скажешь. У меня нету сопротивления сейчас. У меня только чешется нос. И глаза сильно текут. И горло чешется всего лишь. Здесь картошку фри и этот, как это называется, кабаску нужно купить. Сардельки. Да. Я уже начинаю хотеть что-то пора ноет. Ну, вон Лео ноет уже. Как я проехал? Лео ноет. Ну, мы же хотим туда. Потом опять сюда, что ли, едет? Не знаю. А как мы можем... Мы пойдём туда, назад. И когда поедем... Перед тем, как поедем на эту поляну, мы поедем в Дональдс. Покушаем, потом на поляну. Часик. Там уже есть на 2 часа. Часик. Мы пойдём на эту платформу, походим. Тогда на шпильгаться не пойдём. А? А? Сейчас туда попасть надо подплатить. Ну, что? Мы попадём... Куда? Мы на этот фестлук не пойдём.